Это программа «Я очень хочу жить» и ее ведущая Дарья Донцова. Это программа о тех, кто испугался болезни. Сначала заплакал, лег в кровать, может быть, даже не хотел вставать. Но потом взял себя в руки и понял, что с болезнью можно жить. И жить счастливо. И теперь что? И теперь он живет счастливо. И у нас в студии сегодня замечательный гость, который как раз и живет счастливо. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Жизнь Владимира Крупенникова, молодого, здорового, красивого 20-летнего парня, резко изменилась, когда ему исполнилось 20 лет. При выполнении армейского задания молодой человек упал с высоты и получил тяжелейшую травму позвоночника. Однако это не сломило Владимира. После короткого периода уныния он понял, что помочь ему могут занятия спортом. И начал сам себя вынимать из инвалидной коляски. Сейчас Владимир чемпион и трехкратный победитель первенства России по пауэрлифтингу среди инвалидов, многократный чемпион мира по армрестлингу среди инвалидов и многократный чемпион мира по армрестлингу среди здоровых людей. С 2011 года Владимир депутат Государственной Думы Российской Федерации. И сейчас все его достижения перечислить очень тяжело. Владимир Крупенников ведет активную жизнь. Он радостный, веселый и очень счастливый человек. Дорогие мои, у меня вот здесь вот несколько страниц так мелко набранного текста. И это все, чем занимается сегодняшний наш гость. Дайте-ка я вам сейчас часть прочитаю. Значит так. Будучи инвалидом, покорил горы Казбек и Эльбрус. Одним из первых инвалидов России совершил прыжок с парашютом. Я думаю, что вот на этом я могла бы еще и остановиться. Ну, еще он член общественной повады Российской Федерации. Это было когда-то. Это было когда-то, но тем временем, до 2011 года. Я вижу, но кроме того, еще послушайте, мотоклуб «Три колеса». Ну, был момент такой, да. Ждущий на мотоцикле ездить. Ездил, да, на трехколесном мотоцикле. У нас был очень интересный пробег на мотоциклах, когда присоединили Крым. Мы проехали по маршруту до Севастополя. Встречались с общественными организациями в Крыму с флагами. Была такая очень красивая и интересная акция. А, Володя, вы дома когда-нибудь бываете? Я знаю, что у вас маленький ребенок. Сколько у вас? Двое. Двое. А маленькому самому сколько? Ну, дочке два года, сыну пять. А, ну, то есть вы дома хоть когда-то бываете, я так понимаю. Бывает, да. Такое ощущение, что вас там никогда нет. И судя по значку, вы еще и депутат. Да, депутат Государственной Думы с 11-го года чуть-чуть застал еще пятый созыв. Сейчас идет у нас седьмой созыв. То есть получается вот депутат трех созывов. Вы попали в инвалидную коляску, когда служили в армии. Я в армии получил тяжелейшую травму позвоночника. И оказался в госпитале. Полгода я лежал в госпитале. В общем, довольно тяжелая ситуация была. Но я как-то так... Сначала я не очень понимал, насколько серьезна травма и что произошло. А потом я как-то сразу так... Ну, конечно, при поддержке родителей, друзей, я как-то взял себя в руки. Вышел на связь с Центром реабилитации Валентина Ивановича Дикуля. Который очень незавырятный человек. Великий спортсмен. И, в общем-то, по его системе начал восстанавливаться. И, по сути дела, спал и ночевал там. Жил в его реабилитационном центре на Первой Останкинской. Вот. И там же, в общем-то, и приобщился к занятиям спорта. И занялся сначала тяжелой атлетикой. Накачивание мышц. Ну, это у него система такая, в общем. Поэтому надо было развивать все мышцы. Вот. И потом появился армрестлинг. Выступал сначала среди инвалидов. Я смотрю на вас вот так вот. Ну-ка, я понимаю, что... Я немножко научился ходить. Вы знаете, я по системе Дикули все-таки встал. На ноги, на костыли. Я очень медленно ходил. Мне там, чтобы дойти от дома до гаража, там, до машины. Научился водить машину с ручным управлением. Это же не важно, что вы шли медленно. Вы встали при такой травме, про которую вы должны были лежать. Ну, не лежать, но, как бы, сидеть на коляске, да. Вот. Конечно, очень много сил ушло. Я говорю, практически пять лет. Потом я просто понял, что можно всю жизнь положить на восстановление здоровья. И, как бы... Неинтересно стало. Ну, да. То есть, результата уже практически не было. Вот. И я решил, что надо в жизни чем-то еще заниматься. Я заново поступил в институт. Я занялся спортом. Сначала занимался среди инвалидов. Совершенно случайно. Мне просто на одних соревнованиях, так как я немножко вот ходил на костылях, я просто объясняю, как я попал в спорт здоровых людей. Я мог вставать, а здоровые спортсмены по армрестлингу борются стоя. А инвалиды сидя. И мне говорят, ты встать немножко можешь? Я говорю, могу. Ну, походить-то я чуть-чуть могу. Мог в тот момент. Он говорит, вот надо на чемпионате Москвы было, там не было весовой категории человека от нашего клуба. Говорит, поборись. Ну, просто хотя бы, хоть как-то там попробуй. И, в общем-то, я неожиданно даже для себя выигрываю чемпионат Москвы среди здоровых. Меня берут на чемпионат России. Я выигрываю чемпионат России на обеих руках. А звали инвалиды называется. Да, то есть, потом уже были, да, Европа. Ну, и там уже были проигрыши, поражения, победы. И, в общем, я практически пять лет был в сборной России среди здоровых. И уже по инвалидам не выступал, берег руки. Вот. И три раза, действительно, я выигрывал чемпионат Европы. В Японии в 99-м году выиграл чемпионат мира, где, в общем-то, и завершил свою спортивную карьеру. Но, по иронии судьбы, там получилось все наоборот. Так как поездка в Японию была очень дорогая, никто из наших инвалидов туда не полетел. И я, выступив удачно среди здоровых, уже с оторванными практически руками, мне говорят, слушай, ну, у нас в команде инвалидов нет, ты выступи. А там совершенно не мои категории. У меня на правой руке было на 10 килограмм категория тяжелее, на левой руке на 20 килограмм категория тяжелее. Они говорят, ну, все равно, для общего зачета выступи. И, ну, я тоже как бы не готовился, я уже забыл, как это сидя бороться. Там, ну, совершенно немножко другая техника, по-другому. Надо как-то включать мышцы. И, тем не менее, я выигрываю на обеих руках чемпионат мира в Японии. Вот среди инвалидов привожу 4 медали, 3 золотые, 1 бронзовую. Вот, в общем, такая была ударная поездка в 99 году в Японию. И это вот был как бы финиш моей такой профессиональной спортивной карьеры. Вы когда-нибудь унываете, глядя на вас? Ну, конечно. Ну, вы мне покажите человека, который не унывает. Ну, это только, если, наверное, у него какая-то психическая болезнь, потому что обычно унывают. Ну, у любого человека бывает плохое настроение как-то вот что-то там может быть. Как боретесь с плохим настроением? Ну, по-разному, по-разному. Ну, сейчас, конечно, вот дети маленькие, они настолько активные, настолько искренние, веселые, что, безусловно, они, даже если ты в плохом настроении, ты приходишь домой, усталый. Папочка, 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 папочка. Да, там папа домой, папа пришел, они тебя облепили, они тебя обняли. Ты уже, ну, как-то, ты уже не можешь там им показать что-то там. Что и не получится, наверное. Да, 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 и не получится, да. У тебя автоматически улыбка до ушей. Так что вот сейчас я, наверное, больше всего от детей позитивных эмоций черпаю. У меня, наши зрители знают, я пишу в своей соцсети о том, какие будут гости, да, на программе. Приходят вопросы. Вопросы от родственников инвалидов. А что вот делать с мужчиной, которому, молодого возраста, юного, которому вследствие того перелома тазобедренного сустава, там какая-то неудачная постановка сустава, и он теперь очень плохо ходит, внимание, ходит. Оно ему больно, что логично. Он лёг в кровать и сказал, я инвалид, я убогий, вот теперь вы меня кормите, поите, одевайте, там очень хорошая семья, а я не буду вставать, потому что мне плохо, это я своими словами всё это передаю. Вот, что делать с такими людьми, у которых, в общем-то, не самое тяжёлое положение? Ну, это даже не от болезни зависит, это, конечно, зависит от человека, но должна быть всё-таки у человека мотивация, да. Ну, если человеку вот так хочется лежать, ничего не делать, ну, мне кажется, очень сложно найти рецепт, как его из этого состояния вытащить. Я когда разбился, у меня была дикая тяга вернуться к нормальной жизни. И я преодолевал страшные трудности, и вот я там поднимался на Казбек, на Эльбрус, на инвалидной коляске, но я вам хочу сказать, что для меня это было не самое, наверное, сложное в жизни, сложной было вот рутина. Пять лет подниматься на четвёртый этаж на костылях в институте. Вот это было намного сложнее, когда ты зимой сам идёшь на костылях к гаражу, обледенелая дорога, ты падаешь, выгоняешь машину, выходишь, закрываешь гараж, едешь в институт, поднимаешься на четвёртый этаж, сидишь там 3-4 пары, а потом это обратная дорога, потом едешь в спортклуб, там занимаешься, домой, там ещё какие-то уроки надо делать, понимаете, и это каждый день. Это, понимаете, когда ты идёшь там на какой-то рекорд, это концентрация там, да, там 3-4 недели там восхождения там у нас было, ещё там несколько дней там самых тяжёлых. Да, это скоро закончится, да. Да, а когда вот это 5 лет, я вот считаю, что это вот моя такая вот, моё самое такое тяжёлое восхождение, это вот было получение высшего образования. Но вы же не бросили? Нет. Вы же ходили по этим ступенькам, не было соблазна бросить? Конечно было. Почему? Ну, тяжело было, реально тяжело, и психовал тяжело. А почему не бросил? Упёрся. Я понимал, что этого делать нельзя с одной стороны, с другой стороны родители, конечно, они меня, так, давай, кончай, давай, иди там, давай. А, то есть мама и папа, которые не давали унывать. Мама и папа у меня, да, говорю, ну ты чё, ты кем будешь, если ты высшее образование не получишь? Получилось как? Я до армии успел закончить два курса химико-технологического института. Ну, понятно уже, какой химик, хотя очень мне была всегда химия интересна. И вторая моя специальность была прикладная математика, как раз тогда только-только такой всплеск развития компьютерных технологий, вот это вот, ну, тоже меня увлекло. Программирование, математика, логические все эти цепочки для меня были очень интересны. Как человек, который никак не может выучить таблицу умножения, я про себя сейчас говорю, знаете, у меня возникает совершенно невероятное чувство восхищения вами. А что делать человеку, который вследствие травмы оказался в инвалидном кресле? А что ему делать? Куда ему бежать? А как ему себя реабилитировать? Куда ему обращаться? Ну, самое главное, конечно, это психологическая и духовная реабилитация. То есть человек должен понять, как ему дальше жить, и понять, что ему придется в таком состоянии жить. И что, ну да, вот жизнь будет вот такая, на коляске. С этим надо смириться. Потом отбросить глупый вопрос, который всегда возникает в таких случаях. За что мне это? За что мне это? Вот, там, я не такой плохой, там, куча всяких наркоманов, алкоголиков, там, я не знаю, еще кого-то. Вот они вот ходят здоровые, своими ногами там, убивают свое здоровье, а ничего с ними не происходит, а вот я вот такой хороший, вот я вот на коляске. То есть, когда этот вопрос сменяется вопросом, для чего мне это? Почему мне Господь послал такое испытание? Что Он от меня хочет в итоге? Когда по-другому уже выстраивается отношение к жизни, понимание того, как тебе дальше жить. Я пришел к вере где-то, наверное, через год, полтора-два после травмы. Был такой период серьезных метаний от восточных разных религий. Ну, я до армии, до травмы занимался дзюдо, рукопашным боем, каратэ, там, камфу. Вот, и, естественно, меня там метало по всем этим таким восточным религиям, медитациям. Закончилась встреча с оккультизмом, колдунами и все такое прочее. Был такой жизненный поиск довольно тяжелый. Да, страшно просто даже подумать, к чему это могло в итоге привести, если бы мне в какой-то момент, ну, через человека, конечно, Господь мне дал книжку в руки. Маленькая такая книжка, ермонах Серафим Роуза, православие, религии будущего. Я прочитал эту книгу, она оказалась вся про меня, потому что сама жизнь и духовные поиски отца Серафима, они вот близки были, он тоже метался среди этих верований. Я закрыл эту книжку, я понял, все, я, что еще, я русский человек, я только православный. Я уже был крещеный, ну, честно говоря, крестился, потому что мама попросила, без особого такого вот на тот момент понимания. Я бы не сказал веры, может, где-то внутри все равно уже вера присутствовала, понимания не было. Вот, и я закрыл эту книжку, я с того дня считаю себя полностью православным человеком, у меня больше никогда не было никаких метаний, и я стал ходить в храм, стал восповедоваться, причащаться, и моя жизнь просто кардинально изменилась. Жизнь меняется, когда приходишь в храм, это правда. Владимир, вы кем работали-то до того, как начали, пошли в Государственную Думу? Я занимался общественной деятельностью, у меня была и есть, в общем-то, общественная организация инвалидов. Я работал в МГУ на факультете вычислительной математики, кибернетики. Я работал параллельно в коммерческой одной структуре в области тоже информационных технологий. То есть вы всегда работали? Я работал даже когда в институте учился, да. То есть вы всегда работали? Вы не были человеком, который просто сидит в колесах? Вы знаете, да, даже когда я еще не пошел учиться в институт и почти все время отдавал реабилитации, ездил в центр Валентина Ивановича Дикуля, я и тогда работал. Мне родители нашли там одну контору, которая занималась ювелиркой, связанной с янтарем и мельхиором. И, в общем-то, я человек очень далекий от творчества и в музыке, и вообще в искусстве, и в живописи тем более. Но, тем не менее, я как-то научился делать какие-то поделки. Мы там, ну, начало 90-х годов продавали их там на вернисаже иностранцам. Делал всякие брошки там, серьги, кулоны из янтаря. И, в общем, до сих пор так вспоминаю с радостью, потому что янтарь – это такой материал солнечный, радостный, с ним так приятно работать, и когда у тебя что-то такое красивое получается, вот, прямо вот радость. Ну, говорите-то вы как творческий человек сейчас. Вы сейчас говорите не как математик. Нет, я абсолютно технического склада ума человек, и я действительно далек от всякого искусства. Видите, понимаете, такое вот ощущение теплоты янтаря. А почему получилось так, что вы работали? Вы же могли не работать. Вы могли, ну, давайте говорить прямо, сесть на шею у папи с мамой. Ну, это же не бесконечно. Жизнь какая-то должна быть, и потом я всегда как-то хотел построить семью. Ну, что за мужчина, который не может обеспечить свою семью? Ну, это как-то странно. Нет, вопрос о том, чтобы иметь свою, как бы, финансовую независимость, у меня никогда не стояло, ну, в плане иметь или не иметь. Это было всегда совершенно однозначно. Вы когда-нибудь спите? Нет, я сплю, я очень люблю спать вообще. Я вам хочу сказать. Это не похоже. Я страшная сова, от чего я страдаю. Я вечером, у меня драйв, я когда был молодой, я вечером тренировался. Там родители приходили в 11-12, ты говоришь, что ты делаешь? Ты на ночь тренируешься, там, гантели тягаешь, там, у меня дома были штампы, гантели. Я говорю, да я не могу. Вот меня вот сейчас, вот, вот у меня идет энергетический всплеск. А утром я до 12 часов, я сана была такая вот, я вот... Что делать человеку, который утром проснуться не может, а вечером тоже очень хочет спать? Что делать такому человеку? Нет, я вот сейчас мучаюсь, потому что мне каждый день очень рано надо вставать, там, и детей в детский сад завести, и на работу воду, я далеко от Госдумы живу. То есть это вы возите детей? Нет, бывает, жена возит, бывает, я вожу, ну, по-разному. Вы за рулем? Ну, сейчас у меня, как у депутата, машина, а так, конечно, да, я вот за рулем, в общем-то, права-то я еще до армии получил, а с первых дней, как вот я только выписался из госпиталя, мне родители у нас был дома запорожец, переделали его, сделали ручное управление, мама была очень против, нет, не надо, ты еще сейчас на запорожеце разобьешься. Ну, я сразу сел. Ну, у меня, честно хочу сказать, вот к этому есть какой-то талант, к технике. Я на любую технику, будь то мотоцикл, там, машина, трактор, там, квадроцикл, гидроцикл, я сажусь, тут же еду. Мне кажется, там, да, из самолета я на самолете полечу, у меня как-то вот к технике вот с детства вот какое-то предрасположение такое. Поэтому на машине, я вам хочу сказать, что пока не было детей, мы на машине, я за рулем, мы объездили с женой всю Европу. Я ездил к Николаю Чудотворцу в баре, я ездил в Париж, я доехал до Атлантического побережья сам за рулем, вот с женой просто вот путешествовали. А кто у вас жена? Жена у меня как раз человек творческий, она по образованию дизайнер-модельер. А дизайнер-модельер. Вы встретились уже после того, как случилась травма? Да, да, ну это вообще чудо тоже Господне такое. Рядом с клубом, где я занимался в центре Москвы, на Гороховом поле, есть храм Вознесения Господня, на Гороховом поле так и называется. На день как раз была вечерняя служба перед праздником введения во храм Престой Богородицы. И вот на этой службе праздничной, вот она как введение во храм Богородицы, она вошла в мою жизнь, да. Мы познакомились в храме, да, и в этом же храме через год чуть больше и повенчались. Десять лет у нас не было детей, конечно, тяжело нам как-то это вот очень, мы уже практически даже смиряться где-то с этим начали, но вот Господь нам дал двух замечательных деток. То, что вы сейчас говорите, это ответ одному из мужчин, который написал мне в преддверии этой программы о том, что, ну, во-первых, он стесняется выезжать на улицу, потому что на него показывают пальцем, ему не нравится, когда на него смотрят, это раз. А во-вторых, ну кому я такой нужен? У меня никогда в жизни не водят семьи. Очевидно, не от коляски дело зависит, правда? Не от коляски, но я его очень хорошо понимаю. Вы знаете, для меня было совершенно спокойно, я ездил на коляске где-то за границей, в других городах. Для меня было очень тяжело выехать на коляске в собственный двор, где меня все знали. Среди тех людей, которые, ну, не близкие друзья, они, понятно, соседи, да. И вот это вот действительно психологически тяжело было. С этим надо справиться. А что тяжело? Извините, Валерий Валерий, что тяжело? Тяжело, что жалеют? Тяжело, что смотрят? Или тяжело, что, ну, все вместе? Что-то вот внутреннее, неправильное, собственное представление о том, как на тебя смотрят. То есть это надуманное. Конечно. Это надуманное, это, ну, какая-то гордыня, что ли, я не знаю, вот это вот внутреннее такое проявление. Я считаю, что это все равно проявление гордости, когда ты думаешь, что о тебе как-то не так подумают, там, что-то как-то не так. Что вообще о тебе кто-то думает. Да, вы знаете, когда ты начинаешь чем-то заниматься, когда ты становишься востребованным, когда ты, ну, как бы, ну, не то, что себе цену знаешь, просто ты, как бы, вот, знаешь, что, ну, вот, как-то вот ты в этом мире какой-то все равно занимаешь нишу. Особенно, когда ты очень сильно занят, ты начинаешь просто об этом не думать и забывать. Мы сейчас с вами прервемся на короткое время, а потом продолжим наш очень интересный разговор. Эта программа «Я очень хочу жить» и ее ведущая Дарья Донцова. И после короткого перерыва мы вернулись в студию, и у нас новые замечательные гости. Здравствуйте, Наташенька. Здравствуйте. Наташ, что случилось? Как вы оказались в колеске? Я попала в аварию, как многие из нас, 12 лет назад ехала на гастроли. Я в прошлом танцор балета «Духовый Тодос», танцевальные гастроли, авария, перелом позвоночника, полная парализация. И в момент со сцены я свалилась туда вот вниз, я оказалась в коляске и стала смотреть на людей совершенно с другого ракурса, грубо говоря. Когда я испугалась, как так, что делать, мое спортивное закачанное тело в один миг мне не принадлежит. И это такое очень интересное ощущение, когда ты им управлял, когда оно было красивое, летящее, быстрое, а тут оно не двигается. И пять лет я боролась за себя за возвращение к жизни, к активной жизни, когда понимала, что я уже, в принципе, перешла к тому моменту, когда могу двигаться дальше в таком состоянии. Я вернулась к управлению бизнесом. Я до травмы открыла фитнес-клуб. И меня принесли на руках в мой фитнес-клуб, посадили на мой диван. И мои сотрудники, моя команда со слезами на глазах, Господи, Наталья вернулась. Я начала возвращаться к жизни, такой активной жизни. Наташа, скажите, пожалуйста, реабилитация вот у Владимира была через спорт, а у вас? Я спортсменка, я фитнес-тренер, танцор, поэтому, конечно же, я по привычке, что делать? Я пошла в спортзал, и по 10-12 часов каждый день мы закачивали тело. Я верила, что если я буду качать немного-много мышцы, я вернусь к жизни, к обычной здоровой жизни. Подождите, Наташа, я вам открою небольшой секрет. Я об этом не очень рассказывала никогда. Я 20 лет занимаюсь фитнесом. Но я пошла туда потому, что у меня с этой стороны нет мышц. Она грудная клетка. И мне все говорили, что я согнусь и буду ходить буквы Г. Я подумала, ну я же не сдамся, да? И я закачала спину. И теперь меня держит спина. И, в общем-то, как-то это оказалось возможным. А вы сидите, хотя, я так понимаю, вы должны были лежать. Врачи говорили, что будет говорящая голова. Человек не будет двигаться вообще, не будет сидеть. Но мы смогли вернуть меня хотя бы в сидячее положение. Посадили в коляску с джойстиком. Я могу управлять, я могу быть самостоятельной. Вот даже в таком состоянии. И я поняла, что если у тебя не работают руки, то ты должен заработать на здоровые руки возле себя. И тогда перед тобой открыт весь мир. Так, ну-ка объясните это. Я вернулась к управлению бизнесом. Я стала зарабатывать деньги. Я стала помогать своей семье. Теперь уже я вожу их в отпуск. Я помогаю расти нам. И я стала помогать другим людям вернуться к активной жизни. Я пошла в администрацию города, своего города. Убедила главу города в том, что нам нужны спортзалы. И мы стали открыть бесплатные спортзалы в городе Красноярске. Таких спортзалов уже три. Более того, далее я убедила, что нам нужно бесплатных довозить до этих спортзалов. Мы купили дополнительно социальный транспорт. И у нас работают бесплатные поездки. От подъезда до спортзала. А после этого я пошла в театры, в культуру, к министру культуры края. Говорит про то, что нам нужны бесплатные театры и концерты, чтобы люди напитались. И они меня услышали. И теперь у нас единственный, наверное, в России сайт, где каждый заходит, убирает билеты на любое мероприятие. А мы делаем их бесплатно и льготно. Это респект к городу Красноярску, я так понимаю. И администрации города Красноярска, которая все это сделала. Доктор, скажите мне, пожалуйста, почему так получается? Вот у меня вопрос был в социальных сетях. Человек лежит на диване, у которого перелом тазобедренного сустава был. Ну, там какие-то неприятности. Он теперь отказался вставать. Он сказал, что он инвалид. Он лег на диван. Несите мне, пожалуйста, сюда все. Да, пироги с капустой, чай с сахаром. Почему один ложится на диван и не встает, в общем-то, в легкой ситуации? А вот перед нами Вадимир, Наташа. Не очень-то легкий путь. А вот пять лет. У Вадимира пять лет, у Наташи пять лет. А почему так получается-то? Вывод какой? Дело не в травме. Потому что можно лечь на диван и не встать и без травмы. Ну да, а почему? А характер, воля, поддержка со стороны семьи, поддержка со стороны государства. Если это есть, то человек встает. А если этого нет, то человек может и не встать. Вот человека, который попал в тяжелую такую ситуацию, да, перелом позвоночника. Когда вот Наташи сказали, говорящая голова, да, очень приятно такое услышать, конечно. Но вот когда ему такое говорят, надо жалеть или надо проявить, знаете, такую разумную жестокость. Когда ты можешь пожалеть, а когда ты сказать, знаешь, я не принесу тебе чай, потому что ты можешь за этим чаем подъехать сам. Вы знаете, это вообще очень сложная проблема, травма спинальная. И очень такая целая социальная группа людей, которые перенесли эту травму. И мы с вами видим сейчас сильных, замечательных людей, которые демонстрируют, что можно жить, имея такие физические ограничения, быть более социально активными, более успешными в жизни. Ну, сколько людей остаются в койках, не выходят на улицу, сколько людей даже заканчивают жить самоубийством. И здесь очень важно, очень важно поддерживать таких пациентов. Здесь, на самом деле, такая ситуация комплексная, я должен сказать. Я травматолог и начинал свою работу в Московской области и в трактологическом отделении, которое работало на скорую помощь. И когда я работал, у нас не было нейрохирурга. И нам приходилось делать операции, ну, фактически нейрохирургические, на головном мозге, на декомпрессии, на позвоночнике. Хотя, по большому счету, у нас не было такой квалификации. И нету организованной, до сих пор, можно сказать, что если взять регионы, если взять даже Московскую область, я не побоюсь этого слова, я готов за это ответить, нету организованной помощи таким пациентам. А эта помощь должна приходить в первые часы. Это очень важно, потому что после травмы позвоночника есть несколько часов, когда есть возможность исправить. Имеет в виду врачебную, да? Врачебную, хирургическую помощь. Это очень важно. Это очень важно, на самом деле. Потому что очень много пациентов, которые оказываются уже с травматической болезнью спинного мозга, могли бы не иметь травматической болезни, если помощь им была бы оказана своевременная и квалифицированная. Такая группа пациентов, конечно, должна находиться на особом попечении государства. Им надо помогать, их надо регулятировать, их надо социализировать. И то, что мы видим, если мы видим человека, который принес такую травму, я думаю, всем в жизни приходилось это видеть, это люди незаурядные. Но это не все люди, которые пережили эту травму, не все люди, которые вышли из этого тяжелого состояния. Я еще знаю людей, да? Ну, мне просто, как врач, у меня есть несколько людей, оказалось, что это похожая ситуация. Это все люди незаурядные. Но поверьте, не все люди переживают это. Переживают это физически, переживают это психологически. Там есть несколько этапов и болезни, непосредственно связанные с позвоночником, да, и со спинным мозгом. Но есть и работа психологов, которые оценивают эту ситуацию, да, и есть несколько периодов. И на всех этих периодах нужна поддержка. Дед Павел, скажите, пожалуйста, где найти молодому человеку, который вот, как Наташа, как Володя, вследствие разных травм, хорошие люди, травмы были абсолютно случайными, да? Где им найти силы в себе, чтобы стать сильными? Потому что, ну, Наташа, наверное, как девочка в своем возрасте, вы не были очень сильные, правда? Ну да. Вы все девочки, они такие, знаете, девочки-девочки. В момент сложной ситуации она вдруг стала железной девочкой, да? Вот где взять, где эти силы накопать в себе? Не думаю, что это произошло в момент, когда. Дело в том, что замечательно сказано, что все эти люди незаурядные, ключевой момент, почему человек зауряден. Дело все в том, что когда человек, даже вот если взять здоровых людей, которые не имеют внешних таких, по крайней мере, ограничений, то мы, правда, можем наблюдать, как это говорится, серую массу, которая в целом напоминает огромную такую большую инвалидную коляску. Ничего не делающую, да, абсолютно неосмысленно живущую, да, существующую. Есть такое очень обидное слово про людей, которые вот прикованы к кровати, как называют, как овощи, да? Ну, единственное, то, что эту массу как обычно называют, овощная масса. Люди, они могут ходить, двигаться, видеть, они могут обладать, они могут работать и остальное, но они в целом как овощи. Поэтому ключевой момент, не имея ограничений физических возможностей, не имея никаких ограничений, вопрос, что сделать человеку, что предстать быть заурядным. Что? Делается то, что человек, пока он существует, овощи, то, на грядке все заурядны. Если ты предстаешь быть овощем, да, вырываешься из этого единого ряда, да, и начинаешь жить так, как это Бог хочет, то, что тебя Бог вложил, начинаешь ты себя развивать, ты предстаешь быть заурядным и становишься незаурядным. И в этом случае, если даже с тобой что-то происходит, то тело, даже если оно как-то вдруг начинает тебя ограничить, оно не может ограничить дух. Более того, учитывая, что апостол Павел, который очень страдал от какого-то заболевания, мы точно не знаем какого, но он говорил, что дано мне жало вплоть, да, три раза Господа молил, чтобы он меня от этого избавил, а Господь ему сказал, что сила моя в немощи совершается. То есть апостол Павел от того, что он был немощным, то есть он где-то имел какие-то ограничения физические, то, что мы не знаем, не будем гадать, но это продавало ему духовных сил. И он говорил, я буду лучше хвалиться своими немощами, чтобы еще больше во мне обитала сила Христова. Поэтому человек, который, если он, в принципе, не зауряден, если он, в принципе, а, наверное, здесь, вот, если случаем с Натальей, надо, надо, может быть, было бы интересно порассуждать, какая она была, когда она была в шоу-то балете Тодес. Да, наверняка уже тогда уже были какие-то моменты, может, духовные, проявления такой духовной жизни, в чем это выражалось, что в итоге не сломило даже, собственно, такое тяжелое заболевание, такая травма. Когда человек уже в это состояние попал, если он был зауряден, да, то, безусловно, конечно, ему очень тяжело, потому что даже из заурядного состояния прийти в незаурядное – это уже подвиг, а тут получается подвиг на подвиг. Тут нужно, с одной стороны, перестать быть заурядным, а с другой стороны, ты уже ограничен возможностью. Поэтому я думаю, что тут и психолог, и здесь, может быть, и священнику нужно, надо разговаривать, объяснять человеку смысл реальной жизни, не существования, потому что вполне можно себе существовать, не имея никаких ограничений, вот, вплоть до смерти. Просто существовать. Тебя похоронят, и, собственно, твоя заросшая могила будет свидетельствовать того, что ты просто существовал, как заброшенный огород. Кстати, отец Павел, вы, я вас люблю, знаете, за что? За то, что вы очень честно говорите то, о чём другие молчат, а думают про себя и молчат. А вы это очень честно говорите, это очень хорошо и правильно, потому что, может быть, кто-то правда задумается, услышит вас, задумается и поймёт, что надо каким-то образом из этого вырываться. Сделает какой-то внутренний подвиг, хотя бы в храм поедет, да, поедет, пойдёт, приползёт туда, неважно, но как-то вот, может быть, всё-таки что-то внутри у человека, который лежит на этой кровати с забедренным суставом, может быть, он как-то поймёт, что он может на костылях передвигаться, и он начнёт двигаться. Поэтому спасибо вам огромное за эти слова. Хорошо бы понять, что на самом деле, раз он сейчас так лежит, то на самом деле это духовное состояние, которое у него сейчас есть, оно было и до травмы. Просто травма, которая у него появилась, она просто приявила, приявила то, что было уже раньше. Возможно, Господь так устроил, желая тебе духовного спасения, да, Господь, может, правда понимал, что по-другому уже никак тебе не донесёшь, что ты вроде ходишь, но ты овощ на ногах. Может быть, правда, где-то ты будешь ограничен в чём-то, но ты это поймёшь и ты станешь человеком, полноценным человеком. А человек, кстати, когда вот говорят люди с ограниченными возможностями, мне никогда это не нравилось. Я тоже. Потому что что здесь ограничены возможности? Мы все в чём-то ограничены. Я, предположим, не могу писать книги. Меня вот тут всё, меня напрягают, вот, а я не могу писать книги. Я ограничен в этих возможностях, у меня нет ни такой силы воли, ни таланта и тому подобное. У меня тоже ограниченные возможности. Я не выучила таблицу умножения. Хоть меня убейте. Я еще не понимала в математике. Я, в общем, говорю к тому, что мы все так или иначе в чем-то ограничены. Но в чем-то мы не ограничены. Соответственно, подумай, что ты можешь делать и делай. Просто не надо смотреть по сторонам. Нет, ну просто, понимаете, можно иметь хромые ноги. Можно вообще не иметь ног, но иметь душу. А можно иметь душу хромую и при этом роскошные и прекрасные ноги, которых нет ни у кого. Скажите, пожалуйста, Руслан, ваше общество преодоления, чем оно занимается? Реабилитационный центр преодоления помогает людям вернуть утраченное здоровье настолько, насколько это возможно. В частности, двигательные функции. И наши подопечные в большем своей части – это люди, перенесшие тяжелые спинальные травмы. На грудном уровне, на поясничном. И вот как у Натальи – тяжелые шейные травмы на шейном уровне, приводящие к параличу и порезу рук и ног. Вы принимаете любого человека? Мы принимаем любого человека на реабилитацию. Программа так составлена Департаментом соцзащиты города Москвы, что к нам можно попасть на реабилитацию за счет средбюжета города Москвы на 30 дней, один раз в году. Но это стационарная программа. Есть еще программа дневного стационара, и туда попасть человек может в течение года. И есть программа еще реабилитации на дому. Кроме того, существуют еще другие центры, куда могут попасть люди после травмы. Почему я делаю на этом акцент? Потому что реабилитация – это длительный процесс, это никак не месяц. И если у нас было бы идеальное условие или возможности, мы бы положили человека на реабилитацию и не выписывали до тех пор, пока бы не решили все его проблемы со здоровьем максимально, сколько это возможно. И не создали бы доступную среду там, где он живет. Не организовали бы возможность выхода из дома. Вопросы его технических средств, возможность попасть на работу. Это очень важно. Вот даже когда мы говорим про молодых людей наших, про Владимира и про Наташу, вот поинтересуемся. Наверное, это немаловажный фактор – возможность самостоятельно передвигаться, раз человек ограничен в передвижении. И как только человек сталкивается с барьерами, где он не может, допустим, ступеньки, преодолеть их, вот тогда он чувствует себя человеком с инвалидностью или с какими-то ограничениями. Если барьеров нет вокруг нас, если человек может сесть за руль автомобиля и доехать из точки А в точку Б, он себя не чувствует человеком с инвалидностью. Инвалидность получается там где-то в голове, если убрать остальные барьеры. Ну да, инвалидность, конечно, в голове. Это правда. Я еще слово «инвалидки» люблю, потому что, в общем-то, если посмотреть на улицу, на толпу и остановить пять человек, то мы точно найдем среди них одного инвалида. Просто это не так явно. Да? Где-то протез, который не видно, он под брюками. Ты слышишь, он очень оптимистично смотришь. Я ведь, на мой спец. И гораздо больше. Больше думаете? Но тем не менее, мне как-то вот это вот не очень нравится. Я думаю, людям просто надо понять, что заболеть, попасть в аварию, просто упасть неудачно и что-то себе так сломать, что ты не встанешь, может каждый. Давайте посчитаем. На более 7 миллиардов населения нашей планеты людей с инвалидностью более миллиарда. Это огромная цифра. А людей, которые передвигаются на инвалидной коляске, их 1%. И в разных странах официальная цифра инвалидности отличается. Как правило, отличается только из-за того, что разные критерии. А людей, которые имеют инвалидность в голове или живут с чувством, что они инвалиды, их гораздо больше. Даже при каких-либо отсутствиях внешних факторов. Дорогие мои, мы сейчас прервемся на короткое время, а потом продолжим наш разговор. Это программа «Я очень хочу жить» и ее ведущая Дарья Донцова. После короткого перерыва мы вернулись в студию и продолжаем наш разговор. Вот Руслан сказал, что инвалидность бывает в голове, да? Ну, мне кажется, что инвалидность может быть в голове и у здорового человека, да, доктор? Мы тоже сказали, что бывает, ляжешь на диван без травмы. И таких много. И надо сказать, что когда, ну, чаще пожилых пациентов, когда мы принимаем решение об операции, потому что иногда эта операция в старческом возрасте уже опасна, мы спрашиваем, а что пациент делал до травмы? Если он до этого лежал на диване, то, может быть, и не надо рисковать его здоровьем. А общаемся с пациентом для того, чтобы понять, какие у него остались волевые качества, да, сможет ли он потом активизироваться, реабилитироваться, потому что без характера, без воли никакая реабилитация невозможна. Вот и без интеллекта, надо сказать. Она крайне затруднена, скажем так. Мы знаем, очень уважаемый центр преодоления. Почему мы знаем? Потому что таких центров реабилитации в Москве немного. А Москва – это столица, достаточно богатый город. Надо сказать, что и в Москве, и в России существует большая проблема с реабилитацией. С реабилитацией, которая поддерживается государством. В Центре преодоления, так понимаю, что бесплатную помощь могут получить пациенты москвичи. Уже не москвичи получают помощь на коммерческой основе. А в регионах таких центров мало. Их крайне не хватает. Их в Москве мало. Ну вот Красноярск, спасибо огромное местным властям. Он должен был получать тяжелую травму. Да. Поэтому это большая проблема. И здесь, конечно, мы надеемся, что в ближайшее время произойдут изменения. Потому что сейчас мы знаем, что есть большое внимание к палиативной помощи. Это абсолютно оправданное. Но не меньшего внимания требует реабилитация. И опять же, такие пациенты с травмом позвоночника – это одна из самых нуждающихся групп. Потому что реально люди остаются сами, один из собой с этой проблемой. Вот я думаю, что все это подтвердят. В нашей больнице мы в том году открыли дневной сценарий по реабилитации. Там можно проходить реабилитацию бесплатно по ОМС жителям Москвы и Московской области. Нам это очень тяжело делать, потому что это практически не поддерживается со стороны государства. То есть это очень низкое финансирование со стороны фонда ОМС. Мы очень надеемся, что эта ситуация изменится, потому что это необходимо. Также в прошлом году у нас открыто уже трактологическое отделение, которое работает и в системе ОМС, и в системе ВМП, где оказывается помощь в том числе и пациентам с заболеванием позвоночника и с последствиями травмы. Резюмируя тот вопрос, который прозвучал, надо разделить людей с инвалидностью, это то, о чем мы говорили, и людей в инвалидности. Вот когда с инвалидностью, это тот самый случай, когда инвалидность в голове. И когда мы возвращаемся к травме спинальной, то определенный период. Мы часто говорим, возьмите себя в руки. Но вот примеры, говорящие о том, что ушло 5 лет, пока человек взял себя в руки. Это очень важно понимать, что есть определенные стадии, и мы их обойти никак не можем. Когда мы создаем специальную, особую среду, реабилитационную среду, вот там, в этой среде, можно достичь того же эффекта за более короткое время. Что мы и делаем за год, за два, за более короткий срок. И это очень важно понимать, что невозможно найти способа или инструмента, который, говоришь, вот возьми его, у тебя все получится. Человеческая душа получает тяжелейшую психологическую травму, и пока она не примет себя в инвалидности, пока человек не осознает, что он может жить дальше, счастливо, любить, заниматься любимым делом, заботиться о своих близких. Это достаточно большой период. И вот на этом этапе, если мы говорим о помощи, не всегда важна помощь психолога. Вот яркие примеры, что спорт был той самой психологической помощью. Даже обычная ЛФК. И кроме того, люди, которые попали в травму, они к психологам не идут. Они идут к тем, кто может им вернуть движение. Потому что существует иллюзия до травмы и в травме в первое время, что ты управляешь жизнью своей, тогда, когда у тебя все работает. На самом деле, для того, чтобы управлять жизнью, ни руки, ни ноги не нужны. Нужна только голова. Это самый важный инструмент. А у спинальных пациентов голова остается абсолютно такой, как она была раньше, но переживает тяжелую психологическую травму. А еще, кроме того, что вот случается спинальная травма неврологическая, теряя человек здоровье, в это время не все близкие оказываются рядом. И очень важно понимать. У Наташи, я знаю, была история, когда молодой человек через какое-то время ушел от нее. У нее двойная была травма. И часто мы видим, что человек справляется не только с физической болью, но еще и с душевной, в связи с тем, что отворачиваются люди от человека. Не готовы быть рядом. Наташенька, а хорошо, что он ушел. Потому что он все равно бы ушел. Даже от здоровой Наташи. Ну, вот через какое-то время сказала бы, тут она постарела, я от нее уйду уже. Он просто был предателем. Просто от него раньше избавились. А у Владимира наоборот получилось. Он, так сказать, сидя в коляске, нашел себе прекрасную жену. И теперь у него прекрасные дети, замечательные стихи. Вот про Рождество читали. Нам нужно помочь медикам, обществу, государству вернуть человеку контроль над своей жизнью. Это можно сделать разными способами. Реабилитационный центр – лишь один из инструментов. Люди возвращаются к контролю даже без реабилитационных учреждений. Но все равно помощь медиков нужна. Даже когда прошло 10 лет, 15 лет после травмы, все равно определенные проблемы навсегда утерянные остаются. И человеку нужна помощь со стороны. В отношении хотя бы здоровья его. Вадимир, скажите, пожалуйста, что было самое тяжелое у вас после травмы? Психологическое я имею в виду, не физическое. Физическое понятно. А вот психологически что было самое сложное? Наташа, у вас то же самое спрошу. Психологически, конечно, очень тяжело. Я говорю, что ушло несколько лет для того, чтобы принять себя таким, как ты есть уже. Я думаю, что если бы у меня не было какой-то период времени в жизни веры, то, что я восстановлюсь, а я искренне верил, что если я там предприму какие-то дикие физические, психологические усилия, то я как и декуль смогу себя заново поставить на ноги. Если бы мне сказали в первый год-два после травмы, что нет, ты не будешь ходить, как раньше, и тем более ты еще и на коляске будешь основную часть жизни доживать, я бы, может быть, и сломался бы психологически. Просто Господь так устроил, что у меня была такая вера, что я встану, 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 встану. А потом наступил какой-то момент, что я понял, что в жизни это не главное, встану я или не встану. И вот эта вот цель, к которой я шел, она вдруг стала какой-то ложной целью. Я понял, что есть в жизни какие-то более важные ориентиры, нежели восстановить свое здоровье. Для меня, допустим, вопрос потери Бога был бы страшнее, нежели потерять веру и оказаться в том состоянии, когда я был до травмы, или в первые годы после травмы. Самое страшное мне как раз было тогда, потому что я веры не имел, не потому что я там ходить перестал, потому что я жил без Бога. Это намного страшнее, нежели жить там без ног, в моем понимании. Еще я хочу сказать, что когда человек оказывается на коляске или в каком-то тяжелом физическом состоянии, он, конечно, естественно, перестает отчасти грешить. А если человек неверующий, то у него душа требует греха, а он же к нему привык. Я вот иногда даже задумался, а ад-то, наверное, это как раз то состояние, да, когда тебе чего-то хочется, а ты этого получить уже не можешь, да? Все гораздо хуже, я так понимаю. Все гораздо хуже, да. Я понимаю, но отчасти, отчасти тоже где-то, наверное, так, да. По вере вашей, да будет вам. Да. Это так, как слушаю вас и думаю. Поэтому, не знаю, у меня же на передаче очень много было инвалидов, я с многими инвалидами общался. Некоторые говорят, да нет, я сразу там два-три месяца, я сразу раз опять, как будто ничего не было. Ну, вот так вот живу. Ну, я не знаю, вот лукавят они, не лукавят. Для меня это странно, потому что, я говорю, у меня, ну, пять, может, даже семь лет ушло, пока я вот окончательно пришел. У всех, наверное, может по-разному, но у меня, наверное, настолько тяжелое было духовное состояние, что я из него выходил вот такое количество времени. Нет, просто я думаю, что это может быть некое лукавство, потому что я помню, как я. Первый год после операции мне все время казалось, что на меня все смотрят, и что-то у меня как-то где-то не так. Это, наверное, все через это как-то проходят. Наташа, а у вас что было самое сложное? Ну, вот первое время тоже было ощущение, что все скоро пройдет. Я спортсмен, я себе возьму руки, буду себя закачивать в свое тело, как обычно все получится. И вот тут очень важно переключить внимание с самой себя на тех, кто рядом. Потому что мы, когда случается травма, мы эгоцентрируемся. Я вот несчастный, я бедный такой, не пожалейте меня, мне плохо. Но какое мы имеем право быть слабыми, если рядом с нами наши матери, наши семьи, которые помогают нам, отдают всех нас, ну, себя, да, нам. И вот в тот момент, я даже не помню, что я плакала первое время, первые годы, там, даже травмы. Потому что я уже была опорой своей семье, потому что они отдавали все, что могли мне. И вот мне кажется, очень важно, когда человек попадает в инвалидность, ему как можно быстрее переключиться на заботу о ком-то. Наташа, скажите, пожалуйста, жизнь в инвалидной коляске может быть счастливой? Конечно. Жизнь не отличается. Это независимо, одел ты очки или сел ты в коляску, это то же самое. Может быть, у тебя будет гипс, может, у тебя будет тросточка. Это не меняет его самоощущение. Ну, и пускай у меня не работают руки, но голова-то у меня работает. Павел, жизнь в инвалидной коляске может быть счастливой? Ну, счастье внутрь нас есть, да, как бы счастье, по большому счету, у человека не зависит. Не должно зависеть даже от внешних обстоятельств. Конечно, я думаю, что может. Отец Павел, что такое счастье? Ну, Христос говорит, я путь, истина и жизнь. Соответственно, без Христа жизни уже нет существования, без истины. Ты неразумный, да, а в итоге ты становишься не просто инвалидом, да, а таким безнадежным инвалидом. И поэтому, звучание, сказал Наташа, нет никакой разницы, на самом деле, для человека. То есть в коляске-то не в коляске, в очках-то не в очках, нет никакой разницы. Вопрос в том, что если ты, правда, стремишься к настоящей любви, не о себе думаешь, да, а любишь Бога, любишь ближних, то тогда ты имеешь это полноценное счастье. Если человек Бога не имеет в своей жизни, но хотя бы любит людей, то половину счастья он будет тоже иметь. Хотя бы оно было неполноценное, но он будет, в принципе, так скажем, его жизнь нельзя будет называть уже существованием, по крайней мере. Дорогие мои, не люблю я этого слова, но все равно скажу. Инвалидность, как здесь очень правильно говорили, не в руках, не в ногах, не в теле, она в вашей голове. Поэтому если вы не хотите быть инвалидами, здоровыми инвалидами, больными инвалидами, вы, мои дорогие, вставайте-ка, пожалуйста, со своей кровати. Или с физической, на которой вы лежите, попытайтесь встать. Или с моральной, в которой вы пребываете. И тоже пусть будет в вашей жизни большое-большое счастье. Но только само оно никак в руки не упадет. Надо немножечко постараться, чтобы это счастье получить. Вы только, пожалуйста, никогда не унывайте, мои дорогие, и никогда не сдавайтесь, чтобы с вами, как вам кажется, плохое не случилось. Потому что когда Господь, как вам кажется, сделал вам что-то плохое, на самом деле Он приготовил вам что-то прекрасное впереди. Вы просто пока этого не знаете. Я очень вас люблю, ваша Даша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!